друзья всем привет вчера под одним видео мне написали я не знаю подписчик это или подписчица по нику не поняла в общем попросили снять блюда из яиц ну что можно сделать из яиц всевозможные омлеты яичницы или какие-то запеканки такие на сковороде до которые это из разряда быстрых таких перекусов быстрых завтраков но вот этот рецепт из этой же серии так скажем это будет что-то наподобие пиццы ну в общем основное это батон и яйца молоко а уже наполнители вы можете брать какие вам заблагорассудится это может быть и зелень это может быть колбаска помидоры сыр сверху натереть в общем это уже на ваше усмотрение а основа вот состоит из таких продуктов как батон и яйца основная такая деталь так скажем да теперь что нужно сделать я взяла 4 яйца и посолила щепоточку соли насыпала теперь можно взять уже такой нарезной батон до который продается уже нарезанные я не не было не нашла в продаже я купил вот такой багет и нарезаем нарезать можно этот конечно удобнее вот по этим же этим до нарезать можно кругленько нарезать я уже вот как он сделано надрезы так я и нарежу примерно толщиной по сантиметру и рассчитывайте уже количество чтобы застелить дно сковородки вот этими нарезанными ломтиками так нарезали примерно это будет выглядеть так по размеру в общем если мало будет мы просто-напросто возьмем да и дорежем правильно так теперь что нужно сделать яйцо солью нужно смешать немножко добавить молоко вот такая вот омлетная основа так сильно взбивать ты не обязательно теперь сковородку у меня уже нагревается я чуть-чуть налила масло вот так вот просто смазала но у меня уже нагревается теперь мне нужно вот эти вот ломтики батона обмакнуть в эту смесь и выложить на дно сковородки так обмакиваем с обеих сторон и укладываем обжаривать будем на можно на маленьком огне нам здесь скорость не нужна нам нужно хорошо все это выложить чтобы было плотненько кусочек к кусочку если где-то какие-то остаются прорехи просто-напросто можно отрезать эти кусочки так как нужно заполнить пустоты так еще кусочек нужен так выложила и теперь остатками вот этого омлета заливаем все что где пусто и на медленном огне под закрытой крышечкой немножко поджариваем а в это время нам нужно нарезать колбасу помидоры и что еще сыр натереть ой ребята думала я не переверну этот большущий блин в общем его нужно хорошо с этой стороны запечь и подцепила одной лопаткой снизу 2 поддерживала и перевернула на вторую сторону не стала позориться в прямом эфире думаю вдруг сейчас все развалю тогда уже и видео у меня не будет но нормально все запеклось зарумянилось прекрасно значит просто диаметр сковородки берите поменьше будет проще или у меня она здоровенная поэтому вот такой большой пласт получается что очень трудно его перевернуть боялась что развалюсь значит теперь это уже дальше на ваше усмотрение но я немножко добавлю вот так вот чуть-чуть ложечку майонеза можно смазать соусом в общем я вот сделаю вот так одну ложку и выкладываем колбаску мужчины любят с колбаской да и женщина тоже да вот такое тоже на скорую руку можно сделать например сейчас пора такая огородная началась куда-то едете с от огород быстренько вот так вот с собой вот такой вот чудо пиццу можно сделать вот один помидор мне в общем-то понадобился я приготовила два так ну тут уже я не знаю ладно сделаем вот так хоп пусть будет а эту серединку а вот так и вот так а сюда класс а вот так так теперь что нужно сделать теперь нужно натереть сыр сверху так взяла вот столько половину этого большого куска и вполне мне кажется хватит это граммов 70 примерно все это натираем сырочком и закрываем крышкой даем всему этому прогреться расплавиться запечься и будет вкуснота все накрываем крышкой и оставляем минут эдак 7 на медленном огне пусть все медленно расплавляется и запекается и так друзья наша пицца готова все сырочек подплавился снизу все хорошо поджарилась это видно вот по краям все румяное и вкусное пахнет сыром колбаской класс вот считай за несколько минут тоже также можно быстро сделать пиццу вот такую удобно и быстро так а теперь давайте разрежем и посмотрим как это будет выглядеть внутри очень удобный рецепт тесто месить не надо не надо делается быстро быстро получается вкусно конечно же вкусно вот смотрите что получилось вот такой кусочек пиццы очень ароматный и душистый в общем с наполнителями вы сами там экспериментируйте что вы там будете добавлять это уже на ваше усмотрение все с вами была наталья делайте пеките кушайте с удовольствием всего вам самого наилучшего желаю всем пока сегодня я вам даю поэтому я не думаю когда мы не делаем это всегда потому что мы не сделаем это все обычно она у нас уже стопит но и не думает что у кого-то это всё в этомстапе это клапан